Привет, друзья! Вы все знаете из роликов Аленки, что мы делаем ремонт в частном доме в Чеплыгине и одновременно с этим устраняем последствия залива квартиры в Москве. Вот сегодня по многочисленным просьбам подписчиков Аленкиного канала и ее личной просьбе решил немножко рассказать о тех работах, которые проводились и проводятся в квартире по ремонту. Вот сейчас расскажу, что случилось, что сделал, что делаю, как, почему, зачем. В общем, вот как-то так. У соседей сорвало гибкую подводку к унитазу и, соответственно, огромное количество воды вылилось на нашу квартиру и на квартиры, которые находятся ниже. Протечка аж до второго этажа, шестого. Вода у нас в квартире стояла вот здесь вот на кухне, вот в этом коридоре стояла вода, в прихожей стояла вода и вот здесь вот где-то на расстоянии метра от этой стены тоже было залито водой. Также вода текла вот по этой стене, вот отсюда, где лампа находится. Вот тут лопнула все трещина, вода лила, вот по этой вот стене вода лила, вот по этой стене вода лила и в ванной комнате. Ну, соответственно, когда все это просохло, появились желтые пятна на потолке и на наших вот этих замечательных камушках. Вот я занимался несколько дней тем, что выводил эту желтизну вот с этой стены, с этой стены, с этой стены, на швах, на потолке и вот здесь вот на этом потолке в маленькой комнате. Здесь очаг был где-то, наверное, ну вот два метра, вот. Чем вывел, есть, оказывается, простое средство, очень действенное, сейчас я вам его покажу. Вы его все прекрасно знаете. Самая обыкновенная белизна. Выводит желтизну на ура. Единственное, надо быть очень аккуратным, чтобы не попало на руки, чтобы не попало на глаза. Вот, ну, с этим я справился. Вот, что еще интересно. Значит, когда произошла вот эта протечка, после этого я три дня сидел без света. Не мог включить, потому что все это очень здорово промокло и просто вышибал автомат. Пока все не просохло, света не было. Вручало то, что это попала только вода на освещение, не срабатывал автомат освещения, а розетки не затронуло. Ну, поэтому вот, вот этими вот светильничками, ну и другими тоже, вот, пользовался. Совсем без света не был. И без электричества тоже. Ну, а потом началось самое интересное. Чтобы демонтировать полы, нужно было разобрать всю вот эту мебель, вот, демонтировать газовую плиту, стиральную машину, демонтировать мойку, убрать холодильник, убрать вот этот шкаф из коридора, разобрать, открутить вот эти обувницы здесь все. Вот. Самое, конечно, тяжелое было это бороться вот с этой кроватью. Она абсолютно неподъемная, нетранспортабельная, а так как я все это делал один, ну, немножко тяжеловато было, не поверите, справился. Причем самое интересное, вот эту кровать было гораздо труднее разобрать, чем потом собрать. Потому что пока допетришь, как правильно разобрать, в какой последовательности, потом-то уже все это запомнил, собирать легче было. Но одному, конечно, неудобно. Так вот, когда я все вот это перенес, а перенес я в большую комнату вот туда, была полностью заставлена узкий проход между всеми этими предметами мебели к балкону, и все. И этот узкий проход еще вел вот к этому дивану, на котором во время ремонта я, ну, как-то размещался и ночью отдыхал. Когда все это сделал, вот пришлось восстанавливать потолок, расшивать русты, заново их заделывать, шпаклевать, выводить потолок, красить. Ну, вот это все получилось. Как-то вот смог я это сделать. А потом, извините, началась у меня половая жизнь. Вот. Снял старое покрытие, утилизировал все это. Вот. Вот здесь, вот в этом месте, стояло большее количество воды, и все это пролилось немножко вниз. Вы все, наверное, слышали от Аленки, что у меня здесь сделаны насыпные полы. Это засыпка из мелкого 2-5-миллиметрового керамзита и потом на это положены специальные элементы пола. И потом на эти элементы пола можно делать разное покрытие. Хотите плитку, хотите там линолеум, ламинат, паркет, все что угодно. Так вот, вот именно в этом месте очень-очень сильно плиты, вот эти напольные специальные элементы пола, очень пострадали. Вот мне пришлось все это демонтировать, утилизировать. Грязи было уйма. Вот. В общей сложности я заменил полностью элементы пола в коридоре и три элемента вот здесь вот в прихожей. То, что пострадало. Остальное не пострадало. Ну, а потом после этого вот начал заниматься настилом нового напольного покрытия. Когда все это сделал, а сделал вот единым пространством, ну, как у нас в принципе и было, от кухни по всей квартире, ну, вот сделал единым пространством от кухни до маленькой комнаты, вот, без всяких порожков, без переходов, вот. Так как у нас не затронуло большую комнату, там остался, ну, вот, старый ламинат, старое напольное покрытие, но как-то вот, ну, не то. Вот после этого покрытия, переход к тому, ну, совершенно как-то мне не очень нравилось, и вот я думал, а как бы сделать еще и это напольное покрытие, а это кварц-винил, и споси-панелька в большой комнате. Ну, самое простое это содрать, демонтировать старое напольное покрытие и постелить новое. Но у нас в большой комнате это сопряжено с определенными сложностями. Во-первых, у нас на старом напольном покрытии смонтирован вот этот камин, смонтированы вот эти колонны, и самое, конечно, это вот этот вот большой-большой шкаф. Чтобы разобрать этот шкаф, я не знаю, сколько времени надо, ну, и у меня нету инструкции, тут я просто посмотрел, очень сложно, и одному собрать его обратно будет очень проблематично, потому что я помню, когда нам собирали вот этот шкаф, приезжали три сборщика, и они собирали его на протяжении, там, по-моему, пяти-шести часов. Ну, я не знаю, сколько бы ушло у меня у одного на это действие, ну, наверное, возможно, я бы, конечно, собрал, но чего бы мне это стоило, не знаю. Ну, вот и подумал, а почему бы мне не постелить вот этот кварц-виниловый ламинат, кварц-виниловое напольное покрытие, на старый ламинат. Я не специалист, я не знаю, не знал, насколько это возможно, но человек дотошный, привыкший делать все своими руками, прежде чем решиться на это действие, я позвонил представителям производителя и узнал, можно ли постелить их напольное покрытие на старое напольное покрытие, ну, на что я получил ответ, что можно стелить на любую ровную поверхность без изъянов, будь то паркет, ламинат, линолеум, плитка, стяжка, все что угодно. Главное, чтобы старое покрытие было целостным, не было никаких неровностей, вздутий, сколов, в общем, если все нормально, можно стелить. Ну, так как у нас вот старый ламинат, он в отличном состоянии, хоть и уже больше шести лет прошло, ну, вот, решил попробовать. Вот сложности у меня возникли только две, одну из которых я уже преодолел, это нужно было делать вырезы пропилы, во-первых, по периметру колонн нашего камина, для того, чтобы, когда настилать покрытие, подсунуть это покрытие в эти пропилы, чтобы не было вот этих вот щелей в месте соприкосновения напольного покрытия, там, камина или вот колонна. Ну, вот, потратил какое-то время на то, чтобы сделать эти пропилы определенной глубины, определенной высоты, чтобы, опять-таки, не было больших щелей. вот, потом пришлось вот немножко приложить старания, чтобы разметить напольное покрытие, чтобы четко все выпилить, ну, вот, чтобы получилось так, вот, смотрите, оно, напольное покрытие, полностью заходит туда, в эти пазики, которые я пропилил, со всех сторон, и шва напольного покрытия нету. Причем, еще очень важно, я сделал эти пропилы глубже, чем завел туда напольное покрытие, потому что, ну, рекомендуется там до 5 мм оставлять, это же все-таки тоже плавающие полы, как и ламинат. Это вот одна у меня такая заковыка была, ну, вторая заковыка, это вот придется помудрить, но я это сделаю, это место, я не буду разбирать шкаф, я его обыграю этим напольным покрытием, вот, ну, в общем, вот, надо будет очень ровно, до миллиметров, все тут подгонять, ну, я думаю, что справлюсь и с этим, вот, ну, еще одно место, вот, не знаю пока, как я буду здесь выходить из положения, но тоже думаю, что справлюсь, это вот вход из коридора в комнату, ну, вот, нужно будет обыграть коробку двери, я не могу демонтировать здесь старое напольное покрытие, не могу коробку эту поднять, ну, вот, нужно будет обыгрывать вот эти вот выступы все, вот, ну, у меня есть мысли, как это сделать, вот, ну, а дальше началось самое простое, когда вот это вот все сделал, это стелить покрытие, собирается очень легко, вот, просто сейчас ради интереса даже одной рукой покажу, как это делается, вставляется торцевой замочек вот сюда, вот так вот, а потом немножко вот так вот приподнимается и стыкуется с соседней плиткой, ой, так, одной рукой неудобно, ну, на самом деле ничего сложного нету, и когда вот обыграл все вот эти углы, дальше вот это вот собирается очень-очень быстро, вот, процесс сборки такой же, как у ламината, это замковое вот это напольное покрытие, ну, в принципе, такое же, только в отличие от ламината не надо сильно подстукивать, вот, тут достаточно просто нажатия, замок очень хороший, после того, как защелкнули, сделали напольное покрытие, производитель заверяет, что ни капли воды через этот замок не проникнет, ну, вот, планы у меня такие, что потихонечку буду сейчас делать, продолжать монтировать дальше вот это напольное покрытие, вот, мудрить с входом из коридора в комнату, ну, и вот половину чуть больше настелю, я опять начну двигать мебель, вот то, что вот здесь стоит, это все окажется в районе камина, у этой стены, ну, а я буду вот здесь вот дальше продолжать настилать, ну, думаю, что за пару-тройку дней так особо не усердствую, а может быть и раньше, вот, все это завершу, а потом предстоит то же самое в нашем частном доме, там тоже куплено такое же покрытие, ну, вот, тоже буду заниматься монтажом этого покрытия в частном нашем доме, ну, вот, друзья, как-то так, немножко, вот, рассказал, показал, извините, что одной рукой не получилось, селфи-палки у меня здесь нету, чтобы поставить, показать, как вот это все стыкуется, ну, на самом деле ничего сложного нету, вот, ну, вот тоже будет единое пространство, но вот здесь вот мне придется делать порожек, почему, потому что будет перепад высот, там-то я в коридоре и в прихожей снял вот это напольное покрытие, а разница в толщине кварц-винила и нашего покрытия ламината 5 миллиметров, ну, вот, будет вот этот вот перепад высот 5-7 миллиметров, который придется обыгрывать порожком, ну, ничего страшного, ничего страшного, а, да, и еще, значит, производитель уверяет, что вот этим покрытием можно бесшовно, без порожков, без разрывов застилать площади до 600 квадратных метров, если при настиле ламината рекомендуется делать вот эти разрывы, то вот в этом напольном покрытии допускается настил на большие площади без разрывов, ну, вот, как-то так, остальное вам расскажет Аленка, покажет чего-нибудь, ну, а я вот с вами на этом прощаюсь и начну заниматься вот дальше этой работой. Всем пока-пока!